здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая а сегодняшняя тема догадайтесь сами да конечно же лунный посевной календарь на февраль месяц 2018 года и что я вам хочу сказать вот каждый месяц он совершенно неповторим не по числам не по часам не по знакам которые луна проходит кстати знаки это не что иное как созвездие да знак водолея это же созвездие водолея знак рыбы это созвездие рыбы поэтому вы ну немножко научитесь как-то понимать то о чем мы с вами тут говорим и прежде чем вообще прочитать вам посевные дни и в какие знаки они попадут и что у нас там вырастет я хочу оговориться значит вы задаете вопросов очень много по поводу посевного календаря некоторые возмущаются что надо же фазы учитывать луны вот когда я вам говорю 15 это значит что все фазы луны учтены единственный вариант который может случиться не в нашу с вами пользу это либо растущая луна а должна быть убывающая для нас либо наоборот но у нас выбора нет если знак хороший если действительно растение будет чувствовать себя прекрасно придется довольствоваться тем что есть на небе и тут уже никуда не денешься я с большим удовольствием соблюдаю посевные дни календаря и очень тщательно выбираю знаки для посева и для рассаживания растений тоже то есть либо для пикировки либо для перекатки ну начнем февраль месяц я вам буду читать так как я его записала да как я над ним поработала так мне было удобнее у нас начало месяца второе третье четвертое луна проходит созвездие девы знак девы дева это знак из тригона земли и это означает что она в этот момент занимается корнями растения то есть это знак корня что такое знак корня значит второе третье четвертое можно сеять только однолетние цветы без запаха посажены или посеянные в этот знак цветы не будут болеть но семена очень низкого качества зато в этот знак можно убирать урожай он сухой да и совершенно не навредит хранению урожая и еще в этот знак очень хорошо черенковать растения запоминайте значит четвертого пятого шестого это знак весов вот смотрите я прочитала дева 2 3 4 весы 4 5 6 и вы задаете вопрос как так может быть что у нас четвертого и дева и весы у нас сутки заканчиваются в 00 часов 00 минут а вот знак то есть луна проходя по небосклону она может войти в знак и в 22 00 то есть число у нас остается четвертом но знак появляется другой вот и вся тут механика ничего тут такого нету значит 4 5 6 это знак весов знак цветка это воздушный знак значит очень хорошая урожайность крепкая корневая система устойчиво к болезням растения высокая приживаемость при пересадке урожай отлично хранится и семена в большом количестве и очень высокого качества седьмое число пропускаем почему да потому что у нас луна ну то есть луна проходит она проходит свои фазы из и идет к полнолунию или к безлунию и нам за 12 часов это минимум как бы лучше бы не сеять и ничего не пересаживать поэтому седьмое число выпадает вовсе восьмое число это скорпион знак листа это водный знак очень плодородный очень урожайный урожай очень обильные плоды вкусные душистые но единственное не рекомендуется посадка картофеля семян достаточно много и они неплохого качества я хочу сказать что вы себе меточки делайте да скорпион не садить картофель потому что запахов нахватает столько что вам это не понравится значит 9 10 11 знак стрельца очень это знак плода очень хороший знак для перцев однозначно просто можете сеять потому что начало февраля еще не поздно причем же перцы такие это середина января перцы такие это и февраль и конец февраля и может быть даже начало марта смотря какого они роста значит стрелец можно посадить лук чеснок перед зеленые культуры картофель прекрасно будет расти значит лук чеснок дадут хороший посадочный материал на следующую посадку в следующем году а вот семена плохие зато знак стрельца прекрасно можно убирать урожай если это корнеплоды то есть растущие под землей убираем на растущую луну если это то что у нас растет над землей убираем на естественно убывающую луну снова пограничное состояние луны она и стрельца переходит в козерог и 11 12 можно сеять это козерог прекрасный знак корня из тригона земли хороший плодородный для посева и посадки любых растений очень хорошо плодоносит и хорошо хранятся плоды не будут вот такими но вот таких будет очень много качество семян очень хорошая их достаточно много и чем отличается козерог от остальных знаков семена полученные посадкой и посевом в знак козерога они сохранят всхожесть куда более длительно нежели посаженные в других знаках зодиака значит едем дальше видим мост что мы там видим мы видим рыбы 17 18 рыбы это конечно знак листа потому что это водный знак семена будут среднего качества всходы будут быстрые дружные плоды сочные вкусные крупные но единственное не для хранения урожая убирать в рыбы не рекомендуется 18 19 20 овен знак плода считается знак полуплодородный но на самом деле знаете очень неплохо в нем получится растение невысокие до 30 там 35 сантиметров почему да потому что в знаковно хорошо развивается корень и очень отстает в развитии верхняя его часть стебель поэтому и невысокие растения как бы не противопоказано это зеленые культуры это салаты низкорослые томаты будут также неплохими ну и картофель тоже очень неплохой мы с сестрой пробовали все получается хорошо а вот уборка в этот знак стопроцентная гарантия что урожай будет хорошо лежать и сразу 21 22 это телец знак корня он тоже из тригона земли очень дружные но очень долгие всходы растения в этот знак очень крепкие надежные красивые по форме деревья посаженные имеют изумительно красивую крону они кряжистые плоды очень хорошие хорошего качества хранится все замечательно единственное картофель посаженный просто для еды замечательный но вот картофель который вы отберете на семена к сожалению на следующий год не даст даже среднего урожая поэтому для семян картофель садим куда конечно в козерог то есть когда значит 24 25 это знак близнецов ну в этот знак можно знак цветка вы можете высаживать высеивать такие растения как розы и вьющиеся любые растения кустарники а также растения с усами то есть земляника в этот знак посадка не противопоказано семена низкого качества не пытайтесь взять у тех растений которые посадили в близнецы и значит я так понимаю последний последнее созвездие знак зодиака который пройдет луна это знак рака это водный знак значит это знак листа 25 26 27 знак плодородный очень но растения хрупкие и ломкие и они ломаются под очень обильным урожаем вот представьте да парадокс урожай огромный и растения ломаются ну вы уж выбирайте если невысокие растения будете высаживать ну тогда как-то в это все можно подвязать а если высокие как инденты индетерминантные томаты до выше двух а то и более метров конечно вероятность большая что они сломаются склонны к полигонию из-за большого урожая значит и плоды хранится конечно не будут потому что это водный знак семена невысокого качества и урожай в таких знаках водных хранится очень плохо ну вот вы все услышали можете смотреть это видео хоть 15 раз потому что вы должны понимать какой знак выбрать для кого и какой лучше я стараюсь вам это говорить когда я читаю ну рассказываю про свои вот эти лунные гороскопы некоторые машут руками говорят да все это ерунда вы знаете вот не ерунда моя бабуля родилась 901 году царство и небесное она не знала что такое знаки зодиака но четверти луны она знала очень хорошо она знала почему месяц вот иногда вот такой иногда вот такой да это ведь разные совершенно и положение луны и то что происходит на земле все происходит по-разному мы от луны зависим но не знаю как вот тот кто фомане верующий включить седьмой канал до ран тиви и посмотрите передачи игоря прокопенко там очень много таких программ они очень познавательные но на этом я с вами прощаюсь всего доброго и до свидания удачи вам удачи вам